Если человек не работает, как с него удерживают алименты и как определяется их сумма? Эти пару вопросов задала Евгения Мин. В данном случае, если человек не работает, то судебный пристав-исполнитель считает задолженность по алиментам, исходя из среднемесячной заработной оплаты по региону. Если человек вообще не имеет возможности оплачивать, то эти денежные средства будут идти в задолженность по уплате алиментов. Сколько стоят лампочки в фонарях и где Горсвет их покупает – у нас или за рубежом? Расходы в масштабах города решил подсчитать Николай Слепко. Сколько стоит, я вам не скажу, потому что лампочки в светильниках по всему городу установлены разные. Идет плановый замен к одной модели, но на сегодняшний день есть как производители российского производства, так и зарубежного. Что конкретно подразумевается под техническим обслуживанием газовой плиты? Приходит газовщик, черкнет спичкой и все. Платим за это счастье 400 рублей. Возмущенные звонки такого толка поступили сразу от нескольких телезрителей. При техническом обслуживании газовой плиты должны выполняться следующие виды работ. Проверка установки газовой плиты, наличие свободного к ней доступа. Проверка надежности креплений на корпусе плиты, отсутствие механических повреждений и справность духового шкафа. Проверка плавности и легкости вращения кранов, надежности фиксирования их в положении закрыта и малое пламя. При необходимости разборка, очистка от смазки или смазка кранов. Прочистка горелки и регулирование горения газа на всех режимах работы плиты. Проверка герметичности соединений от крана на отпуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии или прибором. Утечки газа устраняются. В плите повышенной комфортности проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела и работоспособность предохранительного устройства. И, наконец, проведение инструктажа потребителей газа по правилам безопасного пользования газовой плитой и газом в быту. Шесть лет живу в своем доме и ни разу не видела участкового. Как с ним можно связаться, поинтересовалась Елена Кривошеева. Граждане могут узнать своего участкового через официальный сайт МВД России по Амурской области 28.mvd.ru, а также через телефоны дежурных частей отделов полиции. Например, центральный отдел Т490870. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова